Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Заслуженного художника России Виктора Абаева А завершит эфир передача из фонда нашей телекомпании Стихи Александра Пушкина читает Виктор Абаев Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес Оставайтесь с нами и смотрите «Калейдоскоп» Недавно в Музее изобразительных искусств имени Ткаченко Открылась персональная выставка народного художника Кабардино-Балкарской республики Заслуженного художника России Виктора Абаева На открытие пришли коллеги-художники, представители общественности и государственных организаций Учащиеся в вузах, творческая молодежь, родные и близкие художники До начала церемонии открытия мы взяли несколько интервью Володя, каким ты помнишь Виктора Абаева? Его я помню, я когда пришел, занялся живописью в вашем молодости У меня сразу, когда со всеми познакомился, с художниками, узнал уже И выбор выпал на Абаева, на Кипова и Дорофеева Я их называл тремя богатырями, абсолютно другие художники Ну, отличались от старшего поколения Они писали тематические какие-то, спортивные вещи А эти всегда отказывались И живопись другая была Вот видно на примере Виктора Это, ну, действительно, мощный художник Мощный человек И человек мощный Он всегда чем-то удивлял, всегда То работает, то чем-то Последний раз удивился, что не Евгений Онегин, а наизусть читал Вот такой он был, в общем, увлеченный, читающий Грамотнейший человек Если в республике есть несколько человек, как он Я сомневаюсь, вот он из таких И по таланту, и по интеллекту Удивительно, человек, царство небесное Я его очень любил, мы дружили Семьями Ну, так он Не вовремя ушел Но живопись осталась Великая живопись, я так думаю Каким я помню? Я, наверное, помню таким, каким я его и представлял до знакомства Я даже не знал, что у него тбилийская школа Он в тбилийской художественной академии учился Это я узнал после того, как я закончил консерваторию Приехал наальчик И Кипов Мухаммед, и Заур меня повели знакомиться Вот тогда я узнал Когда он картины показывал, я смотрел Я слова не проронил Но уже откуда все это я знал? Потому что в Тбилиси я с музыкантами не дружил Я только с художниками И так получилось, что Знаете, Женя, о чем я подумал сейчас? Насколько бы эти картины выиграли бы Если там настоящие багеты были бы Но, сами знаете Теперь, каким я его помню? Я его помню поющим Он столько арии знал из опер Я его помню читающим Пушкина Мне кажется, как Абаев и Мулаев Никто стихи так не читал Потрясающе это было Знаете, есть были вот такие знаковые Как Абби Абби Виктор Мулаев Муле Кипов Утижев Это достояние народа Вот И сегодня я так рад, когда узнал Я сегодня узнал, что Я сразу раньше пришел Мы не имеем права забывать тех Удивительных духовных представителей Своего народа Которые несли И несут И будут нести свет Люди Вот один из них Абаев Чтобы о нем говорить Каким он для меня был Я это очень емко Сон для меня настоящий художник Со своим мировидением Это очень важно Он настоящий живописец Жаль, что не этого кота А одинокого его кота Который сидит вот так Это гениальный совершенно Кот Он любил Он всю жизнь при котах был Вот один И знаете Много можно говорить Но самое главное Вот то, что я сегодня испытал Благодаря памяти Воспоминаниях И пока человек Который с ним Я не люблю кота Вот я с ним дружил Близкие Я с ним близким не был Но он знал Что мы близкие по духу Понимаете в чем дело Очень близкие по духу У нас было О чем говорить Это мир поэзии Мир живописи Мир музыки И когда я к нему Просто ходил И мы разговаривали Сидели И сегодня я благодарен тем Кто эту выставку Организовали 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 Почему? Потому что мы В лишний раз Соприкоснемся С прекрасными творениями Виктора Абаяна Торжественную церемонию Открыла и вела Директор музея Елена Ремхен Сегодня мы открываем Персональную выставку Народного художника Кабардино-Балкарской Республики Заслуженного художника России Абаева Виктора Магомедовича Сегодня в наших залах Представлены работы Из фондов музея И работы Из семейной коллекции Я хочу с удовольствием Предоставить слово Министру культуры Кабардино-Балкарской Республики Кумахову Мухадину Лялюшевичу Сегодня открывается Выставка Выдающегося художника Современности Виктора Абаева Человек Очень неординарный Человек Который С философским мышлением Подходил ко всему Что он делает И человек Который Ладил с этим миром Посредством своей кисти Который познавал Этот мир Посредством Своего искусства Своих картин И думаю Что Я гляжу В каждую картину И понимаю Что есть какой-то знак Он что-то хочет сказать А это уже Как говорится Наша С вами задача Понять Что хотел нам сказать Виктор Абаев Ахузат Как-то Засомневался В том Что я сказал Но думаю Что пройдя Всю выставку Можно убедиться В этом Я искренне Поздравляю нас Всех С открытием Данной выставки И то что Абаев Один из самых Ярких Художников Республики Отрицать Никто не будет Хочу сказать Огромное спасибо Семье Людмиле Булатовой За то что Она Хранит память Об Викторе И поблагодарить Ее А вас всех Поздравить Еще раз С открытием Данной выставки Хочу предоставить Слово Уполномоченному Правам Человека Кабардино-Балкарской Республики Зумаколову Борису Мустафаевичу Ну и просто Другу Виктора Абаева Я хотел бы Вот Искренне И сердечно Поблагодарить Министерство Культуры Союз художников Кабардино-Балкарской Республики И конечно Коллектив Музей Изобразительных Искусств И Светлейшую Вот Талантливую Людмилу Балатову Которые Сегодня Нам Предоставили Эту Замечательную Выставку Виктора Абаева Я не буду Доказывать вам Или подтверждать Пытаться это сделать Вы все знаете Кто сегодня Пришел сюда На эту выставку Что Виктор Абаев Был очень Талантливый Художник Он Много Сделал Для Развития Изобразительного Искусства Их художественной Культуры Кабардино-Балкарской Республики Я хочу Сказать Что Мне Доставляло Большое удовольствие Общаться с ним Когда был Он Председатель Союза художников И просто Художником Он был Очень Высокообразованный Интеллигентный Человек Человек Если в нашем Высоком понятии Человек Горской чести Настоящий Горец Он умел О очень Высоких Вещах Говорить Спокойно Убедительно И Это Говорил Человек Который Понимает О чем Он Говорит Ну Нет Его Но Остались Его Замечательные Талантливые Произведения Виктор Абаев Для нас Всегда Будет Замечательным Прекрасным Талантливым Светлым Великим Художником И В то же время Для нас Он останется Хорошим Человеком И Память О нем Всегда Вот Всех Кто знал И Память О нем В Кабардино-Балкарской Республике Да и в Российской Федерации И в бывшем Советском Союзе Будет всегда Храниться Как О замечательном Прекрасном Художнике И хорошем Человеке Слово Народному художнику Кабардино-Балкарской Республике Михаилу Тхакумашеву Ну Абаеву Конечно Что очень много Можно рассказать Я С соседом Самый близкий Соседом Был у него Фармацевским И все время Вот этой картине Которую Начинал Все Мне знаком Как он Начинал Как он Холст Наброски Рисунки Искал В своей композиции И очень насыщенный Смотрите Его работа Вот о нем Это будет Все время Говорить Будет Это вечно Что хранилось И будет Его образ В этом искусстве Останется На веки Веков Абаев Самый Такой Живописец Из всех Национальных Кадров Которые Я знаю По-моему Это он Выделяется Лучше всех Вот такой Умин И в Москве И там На выставках Он имел Большой Хороший Устрем Вот так Ну я могу Много Сказать Конечно И Будет Говорить Можно Его работу Посмотреть Можно Узнать Что И чего Он как Ишал Как он Работал Как он Жил С нами Хорошо Каждый день Мы встречались С ним И работу Поменяли Позвали Его Сюда Туда Как-то Меня Спрашивали Другого Вот так Мы общались Очень часто Так что Все Смотрите Картины Его Очень Добротные Они Живописные Насыщенные И крепкие Построенные Все эти Смотрятся Очень великолепно Слово Председателю Союза художников Кабардино-Балкарской Республики Темирканову Геннадию Жановичу Спасибо большое За предоставленное Слово Сегодня Особенно Мне приятно Открывать Эту выставку Потому что Я могу Сказать Что Мне посчастливилось Быть соседом Этого Замечательного Человека И замечательного Художника Я Не покривлю Душой Если скажу Что Этот человек Был Крайне Порядочным Человеком Который Очень Болел За Все Что Происходит В искусстве Кабардино-Балкарии За все Что Происходит В союзе художников Человек Очень честный И порядочный Человек Который Был Для многих Скажем так Немножко Колючим Может быть Потому что Он всегда Очень Четко Отстаивал Свою позицию Своё мнение Но Человек Который Делал Всё От него Зависящее Для художников Для союза художников И для того Чтобы Искусство Кабардино-Балкарии Поднялось На какую-то Более Высокую Ступень Этот человек Много лет Был Председателем Союза художников Он Входил В секретариат Союза художников России Туда Попадают Люди Только Скажем Крайне Высокого Профессионального Уровня Люди Поэтому Это Как бы Так же Доказывает То что Я На сегодняшний день Пытаюсь Сказать Его работы Наверное Это Его автобиография Вот эта Выставка Которая Вмещает Только Небольшую Часть Работ Виктора Абаева Я Очень Надеюсь Что У нас Получится Через год-два Сделать Более Масштабную Выставку С Большим Количеством Работ И Показать Нашим Зрителям Хотелось Бы Спасибо Сказать Всем Работникам Музея Которые Приняли Очень Большое Участие В этой Выставке Министерству Культуры Которое Помогло Сделать Эту Выставку И Спасибо Тем Кто Пришел Спасибо Спасибо Я буду Продолжать Говорить Спасибо Всем Кто Пришел Всем Кто Организовал Это Все Потому Что Со стороны Семьи Абаева Только Единственное Что Это Предоставить Часть Работ Надо Было Здесь Половина Работ Из Фондов Музея В свое Время Они Вовремя Как Приобретены Были И Вот Они Живут И Будут Жить Потому Что То Что Попадает В Музей То Остается Жить Спасибо Всем Большое Спасибо Всем Моим Коллегам Родным Близким Знакомым Абаев Стоил Того Чтоб Его Любили Он Любил Все Он Любил Жизнь Саму Он Любил Все Что Окружает Жизнь И Все Что Окружало Его Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ О смысле Творчества Художника Виктор Абаев Сказал Художник Должен Чутко Улавливать Все звуки Краски И настроения Окружающего Мира Должен Знать Историю Прошлое Своего Народа Чтобы Правильно Оценить Настоящее И Предвидеть Будущее Находясь В непрестанном Творческом Поиске Работе Души Абаев Был Великолепным Знатоком Литературы И музыки Найденное Открытое Понятное Он перекладывал На холст Своим языком Живописи Картины Абаева Наполнены Простыми вещами Цветами Пейзажами Видами Из окна Мастерской Сценками Из обыденной жизни Но простота Это обманчиво И для вдумчивого Зрителя В его произведениях С каждым Следующим Просмотром Открываются Все новые Смыслы Живопись Это непостижимая Загадка Откуда берется Чувство Цвета Откуда берется Все то Что мы видим У великих То что человек Умеет рисовать Еще ничего не значит Как появляется Великое произведение Вот эти загадки Художник Пытался Решить Всю свою жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы хотим Продолжить вам передачу из архива нашей телекомпании, записанную в 1999 году, в которой Виктор Абаев читает стихи Александра Сергеевича Куша. Пушкин Пушкин начинается детство с Пушкина, да? Пушкин обязательный, Пушкин такой, и потом постепенно человек переходит к Пушкину, как будто он твой, вот тогда, когда ты поймешь его, ты уже почти постареешь. Вот так, Пушкин это... Потом Пушкин настолько узнаешь, что он не хрестематийный, а Пушкин новатор. В какой бы момент его не захватишь где-то, он везде новатор. И потом он везде непонятен до конца. Так, откуда что? Вроде бы любовь начала всех начал в поэзии. У него любовь занимает, оказывается, не первое место, а какое-то, может быть, десятое, а в одно время опять первое, потом опять десятое, потом... Какой Пушкин, это непонятно никому абсолютно. Есть Пушкиноведенные, есть Пушкинисты какие-то, все это ерунда, чушь собачья, потому что это организм открытый для поэзии, потому что все, что он говорит, это правда ощущения. Ощущение бытия, любовь то ли, потому что это ощущение. Вот он, вплоть до того, что он сюрреалист какой-то, вот у него есть заклинание. О, если правда, что когда покоятся живые из неба, лунные лучи скользят на камни гробовые. О, если правда, что тогда пустеют тихие могилы. Я Лею и жду, я жду Лею, сюда, мой друг, сюда, сюда. Приди, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, бледна, хладна, как зимний день, искажена в последней муке. Взойди, как дальняя звезда, как легкий звук и льдуновенье, и как ужасное виденье. Мне все равно сюда, сюда. Зову не для того, чтобы осуждать людей, чья злоба убила друга моего. Но не для того, чтобы изведать тайны гроба. А для того, чтобы иногда, сомнением мучаясь, скажу и волнуясь, хочу сказать, что все люблю я, ко мне, мой друг, сюда, сюда. То есть, это из-за гроба зовет своего друга. Это вообще, не подспудное для поэзии, при современниках не понимают, как это так. Зовет человека, который там, сюда, сюда. Вообще, странный человек. Тот человек, который говорит через века о том, что сейчас есть. Это вообще невозможное дело. Кругом бесы, кругом бесы абсолютно. Мы живем среди бесов. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна. Освещает снег плетучий, мутна небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле колокольчик. Динь-динь-динь, страшно, страшно. По неволе среди неведомых равнин. Эй, генщик, пошел. Нет мочи, конем барин, тяжело. В юго мне слепая точь, все дороги замело. Хоть тут бей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас ловит, видно. И кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон, играет, дует, плюет на меня. А теперь в овраг толкает. Одинчалого коня. Там верстой небывалый он стоял передо мной. Здесь сверкнул он искрой малый. И пропал в отне пустой. Час, тучи, 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 невидимка. И у нас вещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет, кружится боли. Колокольчик вдруг умолк. Кони стали. Кто-то в поле, кто их знает, пень и волк. В юга злится, в юга плачет. Кони чуткие кропят. Кто-то вскачет. Глаза возне горят. Они снова понеслись. Колокольчик динь-динь-ди. Вижу, духи собрались средь удивляющих равнин. Бесконечный, безобразный. В мутный месяц игре Закружились и бесы разные. Словно листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ли замуж выдают? Учатся тучи, вьются тучи. Невидимка и луна священненькая тучи. Мутно небо. Ночь мутна. Это что такое? Закружились разные, словно листья в ноябре. Что это такое? Это вот проекция. Или взять свободы, сейте пустынный. Я вышел рано до звезды. Порабощенные бразды кидал живительное семя. Но потерял я только время. Благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы. Вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы? Вас должно резать или стричь? Наследство вам из рода в роды. Ермо с гремушками. Добичь. Вот таков Пушкин. Или вдруг Что такое поэт? Поэт Не дорожи Любовью народной. Восторженных похвал Пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца И в смех толпы холодный. Но ты останься тверд, Спокоен И угрюм. Ты царь! Живи один! Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя Свободный ум. Усовершенствуя плоды Великих дум, Не требуя наград За подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам Свой высший суд. И строже всех Ты оценить свой сможешь труд. Ты им доволен ли, Взыскательный художник? Доволен? Так пускай Толпа его бронит И плюет на алтарь, Где твой Огонь горит. И с детской резвостью Колеблет твой треножник. Да, Или простейшее Хрестоматийное, Но какое? Это Так называемый Авангард. Духовный Жаждают они Пустыни мрачные Яблачица. И шестикрылый Серафим На перепутке Имеются. Верстами Легкими Как сон Моих Зениц Коснулся Он. Отверзлись Вещие Зеницы Как у Испуганной Орлицы. Моих Ушей Коснулся Он. И в них Их Наполнил Шум И звон И внял Я Небо Содрогание. И горний Ангелов В полет И гад Морских Подводный Ход И долинил Лозы Прозевания. И он Кустам Моим Прыг И вырвал Вещий Мой Язык И Прознословный И Лукавый И Жаломудрые Зни В Устах Отверзшие Моим Вложил Ясницю Кровавый И он Мне Грудь Рассек Мечом И Сердце Трепетное Вынул И уголь Пылающий Огнем Вогрудь Разверстую Воды Как Труп В пустыне Я Лежал И Бога Глаз Ко Возьмал Восстань Порок Порок И Внемли Исполнись Волью Моей И Проходя Моря И Земли Глаголом Жги Сердца Людей Или вот Эротическое Стихотворение Пожалуйста Эротика Нет Я не дорожу Мятежным Наслаждением Восторгом Чувственным Безумством Иступлением Стянанием Криками Вакханки Молодой Когда Ясь В моих Объятиях Змеей Порок Порывом Пруких Ласк И Язвою Лапзани Она Торопит Миг Последних Сандрогами О, Милее Ты Смиренница Моря О, Как Тобой Счастлив Я Когда На долгие Моренья Ты Предаешься Мне Сожале Метежно Хладна Восторгу Моему Едва Ответ Выше Не Внем Ля Ничему Я Оживляешься Все Более Более И Делишь Наконец Мой Пламень По Неволе Да А любовная Лирика Его Это Его Любовь К Воронцовой Ненастный День Потух Ненастный Ночи Тьма По Небу Стелится Одежда Свинцов Как привидение За рощью Сосновой Луна Туманная Зашла Все Мрачную Тоску На душу Мне Наводит Далече Там Луна В сиянье Восходит Там Воздух Напоен Вечерней Тепотой Там Море Движется Роскошной Пеленой Под Глубыми Небесами Вот Время По Горе Идет Она К Брегам Затопленным Шумящими Волнами Там Под Заветными Скалами Сидит Печально И Одна Никто Пред ней Не плачет Не тоскует Никто Ее колен За бене Не целует Никто Ничим Устам Она Не предает Ни плеч Ни влажных Хуст Ни персий Велоснежных Никто Ее любви Небесной Не достоин Не правда Ты одна Ты плачешь Я Спокой Но Если Откуда Что берешь К истокам К самым Высокам Творчества Вот Новатор Да Новатор Ни с того Ни с сего И вот он Везде такой Вдруг в нем Проявляется Он сам Не знает Что Его захватывает И все Или вот Мне не спится Нет огня Всюду мрак И сон Да кучный Ход часов Лишь однозвучный Раздается Близ меня Парки Бабья Лепетания Спящей ночи Трепетания Жизни Мышья Беготня Что Тревожишь Ты меня Что Ты Значишь Смутный Шепот Укоризна Или Род Мною Траченного Дня От Меня Чего Ты Хочешь Ты Зовешь Или Пророчишь Я Познать Тебя Хочу Смысла Я В Тебе Ищу Дар Напрасный Дар Случайный Жизнь Зачем Ты Мне Дана И Зачем Судьбою Тайной Ты На Казнь Осуждена Кто Меня Враждебной Властью Из Ничтожества Возвал Душу Мне Наполнил Страстью Ум Сомненьем Зволновал Цели Нет Передо Мном Сердце Пусто Дремлет Тун И Тонит Меня Тоскою Однозвучный Сердце Шум От Гоголь Пожалуйста Скрипницей Чистил Он Коня А Сам Ворчал Сердя С Нем Занес Жи Вражий Дух Меня На Распроклятую Квартиру Здесь Человека Берегут Как На Турецкой Перестрелке На Силу Щей Пустых Дадут А Уж Не Думаю О Горелке Здесь На Тебя Как Люд И Зверь Глядит Хозяин А Хозяйку Небось Не Выманишь За дверь Ни Честью Ни Ни Нагайкой Толь Дело Киев Что За Край Валят Цесами В рот Галушки Вином Хоть Паром Поддавай О Молодицы Молодушки Ей Ей Внижает Отдать Души За взгляд Красотки Чернобрилы Одним Одним Нехороши А Чем Же Расскажи Служивый Он Стал Крутить Свой Длинный Уз Иначе Мол Ви Без Обиды Ты Хлопец Может Быть Не Трус Да Глуп А Мы Видали Виде Ну Слушай Около Днепра Стоял Наш Пол Моя Хозяйка Была Пригожа И Добра А Муж То Умер Замечай Ну Подружился С ней Я Живем Согласно Так Что Люба Прибью Марусенька Моя Ни Слова Не Промолвит Грубо Напьюсь Уложит И Сама Похмелиться Приготовит Моргнул Бывало Эй Кума Кума Ни Довольствие Безобидно А ночь Была Тюрьмы Черней И На дворе Шунела Буря И Слышу Кумушка Моя С печи Тихонько Прыгнула Слегка Обшарила Меня Присела К печке Уголь Вздула И Свечку Взяла Взяла В уголок Пошла Со свечкой Там С полки Скляночку Взяла И И Сев На веник Перед печкой Разделась До ногала И Склянки Три раза Хлебнула И Сев На веник Вверху Звелась В трубу И Улизнула Э Смекнул В минуту Я Кумата Видна Басурманка Постой Голубушка Моя Из печки Слез Вижу Склянка Нюхнул Гад Кис Что за Дрянь Плеснул Я на пол Что за Чудо Скакнул Ухват За ним Лохань И оба Сточка Вижу Худо Гляжу Под лаской Дремлет Кот Я плеснул В него И Склянки Я И вот Туда Желоханка Я Ну Крапить Во все Углы Теперь Во что Уж Не попало И вот Скамьи Горшки Столы Марш Марш Все В печке Проскакал Кое Че Подумал Я Теперь И Попробую И духом Всю Склянку Выпил Верь Не Верь Но Верь Звился Я Пухом Стремглаз Лечу 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 Куда Не Помню И не Знаю Лишь Встречным Звездочкам Кричу Правей И на земь Упадают Гляжу Гора На той горе Кипят Катули Поют Играют Сместят И в мерзостной Игре Жида С лягушкой Венчают Я Плюнул И сказать Хотел Но вдруг Бежит Моя Маруся Домой Кто звал Тебя Пострел Тебя Съедят Я не Струся Кой Черт Под чем Я дорогу Знаю Вот кочерга Садись Верхом И убирайся Окаянный Я Сел На кочергу Гусар Престяжный Ах Ты Дура Или Предался Я врагу Или Утрят Двойная Шкура Коня Вот и Конь Лежу Конь Передо Мною Скривет Копыта Весь Огонь Дугой Шея Хвост Трубой Садись Сел Я На коня Еще Уздечки Нет Уздечки Как Извелся Он Понес Меня И очутились Уздечки Вижу Все Так же Там же Я Сижу Верхом Но Подо Мною Не Конь А Старая Скамья Вот Что Случается Пороль Он Стал Крутить Свой Длинный Узд Добав Молвия Без Обиды Ты Хлопец Может Быть Не Трус Да Глуп А Мы Видали Вид Недорогие Мне Громкие Права От Коих Ни Одна Кружится Голова Я Не Рапщу Что Не Оставили Мне Боги Сладкой Участи Оспоривать Навод И Не Мешаю Я Царям Друг С Другом Воевать И Мало Горе Мне Свободно Ли Печать Морочит Олухов И Чуткая Цензура В Журнальных Замыслах Стесняет Балагура Все Это Слова 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 И Ны Лучшие Мне Дороги Права Иная Лучшая Потребна Мне Свобода Зависеть От Царя Зависеть От Народа Бог Смит Никому Поклонов Не давать Сидеть Лишь Самому Служить И Угождать Ни Власти Ни Люблей Ни Гнут Ни Совести Ни Помыслов Ни Шеи По Прихопи Своей Скитаться Здесь И Там Нем Ля Божесть Природа Красота И Предсозданием Искусств И Вдохновения Трепещу Радостно В Восторге Умиления Вот Счастье Вот Права Не Дай Мне Бог Сойти С Ума Нет Лучше Посох И Сума Нет Лучше Труд И Глад Не То Что Своей Дорожил Не То Чтоб С Ним Расстаться Был Нерад Когда Поставили Меня На Воль Как Резво Я Пустился В Темный Лес Я Пел Был В Пламенном Чеду Я Забывался Был Бреду Не Стройных Дивных Грес Я Забыл Заслушивался Волн Я Выглядел Счастье Пол В Пустые Небеса И Силен Волен Был Был Я Как Вихроющие Поля Ломающие Леса Да Вот Беда Сойди С ума И Станешь Страшен Как Чума Как Тут Тебя Запрут На Цепь Посадят Дурака И Сквозь Решетку Как Зверька Кормить Тебя Придут И Слышать Буду Я Яркий Голос Славя Не Шум Глухой Дубров А Крик Товарищей Моих Добрань Смотрителей Ночных Доиск И Звон Оков Или Вот Часы Меня Глухой 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 Неволя Давно Мечталась Завидная Мне Доля Давно Усталый Раб Задумал Я Побег В Обитель Далью Трудов И Чистых Нек Глухой 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 Не Далью Глухой Во Боже Прегрешение Да Брат Мой От Меня Не Принят Осуждения и дух и любви смирения любви и целомудрие мне в сердце укрепи вот это гениально причем это как молитва была для детей царя избрали они эту молитву у него все совершенно на дыхании рука к перу, пирог к бумаге и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»